Всем привет! Меня зовут Комякова Ника. В сети я обитаю под никнеймом Лаготолока. Я скетч-риллюстратор. В ноябре я буду обозревателем коробочки от Дудилд Скетч Маркетбокс. Ну что, приступим к распаковке. Мне, если честно, очень не терпится, потому что вот такая вот красота. Очень классно все упаковано со всех сторон. Если честно, даже жалко резать. Пойдется аккуратненько это все дело снять. Барабанная дробь. Получите и распишитесь. Тут памятка для художников. Написано, что такое Дудилд Скетч. И приветствие. Очень стильно. Так вот всю красоту я аккуратненько сниму. Потом буду использовать для фотографии. Вау! Супер! Фирменные наклеечки от Дудилд Скетч. Очень мило. Наклеев много не бывает. Я их клею в ежедневник, в скетчбук, когда хочу дополнить разворот. Вкусняшки. Ботанчики с мюсли. И вкусно, и полезно. Я обычно, когда рисую, я могу сидеть часами, не вставая, пью кофе. А вот эти вот вещи очень кстати будут. Так, маркеры Тач. Причем Тач с наконечником Браш и Долотом. Очень классные для ботаники, для детализации, для всего. Очень яркие цвета. Не терпится уже сделать выкраску, посмотреть, что там. Каждый маркер упакован в пластик. То есть они новые, никто их никогда не открывал. Но нам это с вами только предстоит. Влажные салфетки. Супер вещь, потому что, когда рисуешь, забываешь обо всем. Руки пачкаются, и незаменимая вещь. Так, это у нас фитчбук для маркера. Формата получается опять 100 страниц и 3 непромокашки. Замечательно. Линер Тач. О, 0.1, мой любимый. Я таким линером делаю обычно контур, либо детализацию в конце. Очень здоровская штука. Белая гелевая ручка. С кетчером без нее никуда, потому что она помогает исправить мелкие недочеты, сделать детализацию в конце. Замечательная вещь, прям must have. Так, а это у нас что? Это у нас маркерная бумага. Класс. 200 грамм на метр, 12 листов. Обалдеть. Сейчас я аккуратненько ее встрою. Посмотрим. Аккуратно не получилось. Вот такая вот стопочка белоснежной бумаги. Не терпится уже попробовать ее. И еще набор наклеек. Наклеек много не бывает. Что хотела вам сказать. Набор маркеров может немножко различаться. Цвета в разных коробочках. Но это нам с вами не помешает сделать яркую красочную иллюстрацию. И знаете, когда я брала свой первый набор маркеров, так получилось, что у меня часть была спиртовая, часть акриловая. Мне в магазине не сказал никто. А покупая вот этот набор, вот эту вот всю красоту, у вас уже есть прям такой стартовый хороший набор материалов. Итак, я не знала в чем мне рисовать. Поэтому я кинула монетку. Монетка указала мне на скетчбук. Так что я буду рисовать в скетчбуке. И выкраску маркеров я предлагаю сделать здесь же. Это скетчбук для маркеров с профессиональной бумагой. В котором 100 страниц, 3 непромокашки. И производитель обещает раскрытие на 180 градусов. Давайте посмотрим. Я сняла с него, получается, плепку. И все. Ну да, раскрытие в 180 градусов есть. Ага. Еще один набор стикеров. Отлично. Очень приятная черная матовая обложка. Здесь можно подписать, кому принадлежит этот скетчбук. И когда вы его начали. Очень удобно. Потому что иногда вообще забываешь, когда был сделан рисунок. И если он не выложен в инстаграм, то как бы дата будет полностью утеряна. Листочки идеально белые, очень плотные, гладкие. Так, тут должны быть непромокашки. Три штуки. Как и было обещано. Давайте здесь же сделаем выкраску. Я обычно это делала в конце, чтобы никто ее не видел. Но, если что, я могла в любое время вернуться на последние странички. И посмотреть, как маркеры будут смешиваться между собой. Либо сделать какие-то небольшие наброски. Так, ну что. Давайте начнем с выкраски по номерам. Для начала посмотрим, какие цвета у нас маркеров имеются. Ребят, я надеюсь, что вы помните, что во всех коробочках цвета могут немножко отличаться друг от друга. Но это ни в коем случае не повредит нам сделать красивую маркерную иллюстрацию. Так, ну что ж, приступим. Первый цвет это у меня R5 Cherry Pink. Очень красивый ягодный цвет. Сразу подпишем его номер, чтобы мы не забыли. Подписи я буду делать Liner Touch, который был в моей коробочке. Толщиной 0,1. Так, следующий цвет это у нас R8 Rose Pink. Далее Yellow 222 Golden Yellow. Очень красивый такой осенний желтый цвет. Так, BR97 Rose Beach. Следующий цвет, который я беру, это Yellow 224. Обратите внимание, небольшая разница по номерам, а насколько разные цвета у маркеров получаются. Так, следующий цвет это PB271 Light Blue. Вау, очень красивый цвет. Теперь я, кажется, знаю, что я нарисую. Я надеюсь, вам тоже понравится. Так, и крайний седьмой оттенок это Cool Grey 6. Холодный серый. Итак, мы с вами сделали выкраску по номерам. Я предлагаю еще провести несколько тестов. Первый тест это на то, будет ли размываться наш с вами Liner маркерными чернилами. Возьму BR97. Нет, Liner чернилами не размывается. Но у меня есть для вас маленький совет. После того, как вы сделаете контур линером, дайте ему 2-3 секунды, чтобы чернила линера полностью впитались в бумагу. Потому что иначе, если на поверхности бумаги осталось немножко чернил, они будут тянуться за маркерными чернилами и получится грязно. Следующий тест, который я проведу, тест будет на равномерность заливки. Когда делаете заливку маркером, не отрывайте перо от бумаги, тогда заливка будет ровная. Вот у нас она с вами такая и получилась. Сейчас немножко чернила подсохнут. И я посмотрю, как более светлый маркер будет ли он вытрапливать чернила более темного маркера. Да, он хорошо вытрапливает на этой бумаге, потому что есть бумаги, на которых такой фокус не пройдет. А мне очень нравятся вот эти вот все эффекты, которые можно достичь при вытравке и так далее. Очень интересно будет смотреться в нашей с вами иллюстрации. Такой прием. Следующий тест, который я хочу провести, мы посмотрим, будут ли чернила выступать за контур линера при работе. Так, какой бы цвет взять. Я, пожалуй, возьму красный R5. Мы делаем очень хорошую заливку. Мы прям... Так, сейчас я поменяю. На перо. Если даже чернила выходят за контур, это ничего страшного. Мы просто должны быть к этому готовы. Чтобы не было неприятных сюрпризов при работе. В таких случаях нужно просто сделать небольшой отступ до контура. Буквально там четверть миллиметра. И все. Это вопрос будет снят. Но здесь чернила не выходят на поверхность. Хотя я сделала очень такую добротную заливку. Отлично. Теперь давайте с вами посмотрим, как на этой бумаге будет смотреться маркерный градиент. Я возьму Yellow 224 и Yellow 222. Они максимально близкие друг к другу по номерам. Я делаю вот такой вот штрих снизу вверх. Смотрите, чтобы каждый новый штрих ложился на предыдущий. Перекрывал его немножко. И зеленым я буду штриховать сверху вниз. Чтобы они встречались посередине. Очень красивое сочетание цветов. Такое осеннее. Цвета не сильно близкие сами по себе. То есть это ближе к зеленому. Это такой ярко-желтый. Но градиент при желании получается достаточно ровный. Не ленитесь, пройдитесь несколько раз. И желтым, и зеленым. По одному и тому же месту. На бумаге. Да, градиентом я очень довольна. Итак, мы с вами провели все тесты перед началом работы. Теперь я предлагаю приступать к люстрации. Редактор субтитров А.Семкин